Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Этот год для Рязани выдался юбилейным во всех смыслах. Например, сегодня свое 75-летие отмечает Рязанское отделение Союза художников России. Еще утром, накануне всех праздничных мероприятий, а их запланировано много, в нашей студии побывала заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Раиса Лосенина. У нас будет открытие выставки в выставочном зале на улице Есенина. Это выставка работ действующих художников. И в музее. Музей делает выставку из произведений, которые находятся именно в музее. Торжественное, естественно, открытие всего этого. Поздравление Союза художников России. Приедет Проваторов, Геннадий Иванович, известный скульптор, очень интересный медальер. Я его очень люблю, потому что чудесный просто работа. Он будет представлять Союз художников России и официально его поздравлять. Так что надеюсь на встречу с ним и надеюсь, что он побывает на моей выставке, потому что у них не получилось на вернисаж приехать. Хотя они звонили, мне было очень приятно это внимание. Наша съемочная группа была на вашей выставке, но если кто-то из телезрителей не увидел это в эфире, расскажите немного о том, какие работы представлены там. Во-первых, почему музей молодежного движения на 60-летнем году скульптора? Я начинала с этого зала, я начинала с этого музея, когда вернулась из института имени Мухиной, из Ленинграда тогда еще. Это высшее художественное промышленное училище, где я закончила отделение скульптуры, монументальная скульптура, декоративно-прикладная скульптура. То есть мне это было очень близко. И первая выставка персональная, большая, я не имею в виду «Театр кукол», это отдельная песня. Это первая персональная большая выставка была именно на этой площадке. Поэтому мне это было важно еще как-то символично. И поэтому, естественно, я хотела показать ретроспективу, не просто последние работы. И более того, там вот эти залы, выставочные залы этого музея, старинного прекрасного особняка, они дают возможность сделать выставку, не просто вот одна выставка, тематические залы. И у меня так и получилось. То есть я смогла показать свои, не все, но свое монументальное искусство. То есть то, что не видели, то, что я делала во Франции, в Чехии, в Казани, в Уфе. Это симпозиумы, которые дают возможность работать в всероссийском группе, всероссийских скульпторов. И на международном уровне, то есть вот этот вот обмен, и то, что сделано, можно увидеть только в этом городе. То есть я сюда уже не могу привезти монументальную скульптуру. Она, естественно, остается в городе, в том, где делает симпозиум. Я могла показать в фотографиях. И вот это свое творчество, которое, в общем-то, не знает город. Мемориальные доски, которые, в общем-то, они есть, но это надо искать. Где монограмма, кто сделал последний. Вы знаете, вы сегодня такая серьезная. Я просто помню съемку нашей программы. Вы же на самом деле хохотушка, легкая, искренняя. Я волнуюсь. Скажите немножко, мне кажется, ваш вот этот юбилейон вас очень мобилизовал. Вы сегодня прямо настроились так, да? Я права? Ну, торжественность, да. Ну, конечно, волнуюсь. Ну, 75 лет все-таки прожить, вот, просуществовать в нашей организации, а времена были разные. Сами понимаете. А какие из них самые были яркие? В жизни художников она вся яркая, потому что мы счастливый народ. Вот. То есть даже если в тяжелые времена, когда нет заказов, когда не знаешь, чем накормить семью, все равно есть место, где ты делаешь, выражаешь себя в своих работах. Потом они находят место и на выставках, и иногда уже в музеях. Это не постоянный случай, это необычный для художников. Это вообще великая честь для художника, если их закупает музей. Вот. Это большое дело. А если говорить о симпозиумах, вот вы уже упомянули, за кадром мы с вами поговорили о том, что есть симпозиум, возникают какие-то работы, они стоят на каких-то главных площадях, в принципе, на улице, но проходишь через какое-то время, что-то открутили, что-то сломали, душа художника болит? Еще бы, конечно, болит. Тем более, что ты знаешь, допустим, видишь скульптуру, знаешь этого скульптора, знаешь его регалии, знаешь его творчество, которое знает, извините, не только Россия. И вдруг у скульптуры голову отломали, там что-то. Ну, что, приходишь, чинишь, реставрируешь по мере сил. Ну, печально, конечно, но я не знаю, как с этим, но бороться как. Я знаю только, думаю, только единственный способ, как можно больше делать симпозиум, чтобы народ к этому привык и не бросался как... Взять на память что-то, а воспринимал это как существующее. Да, попытаться свои спортивные достижения испытать на камне, чтобы это было нормой, что это нормы во Владимире. Во многих городах это норма. То есть все города, все скверы украшены даже уже тематическими скульптурами, где дети гуляют, и дети, ну, дети, они пользуются скульптурой. Они могут залезть на нее, они могут скатиться с нее. Это нормально, да. Но когда уже молодежь, которые просто... Их тоже можно понять, у них нет площадки для, допустим... Самовыражения? Для самовыражения, потому что я смотрю, около драмтеатра на этих досках катаются. То есть у них нет площадок, где они могли бы вот именно вот так вот... Кстати, это одна из моих мечт сделать такую площадку, где могли бы какие-то треки сделать, чтобы ребята вечерами нашли место, где вот именно выразиться, собраться и свою энергию выплеснуть. Не просто на дискотеках в этих помещениях, а на улице, вот именно спортивными такими. Вот, с другой стороны, их и понимаешь, ну, конечно, жалко. Конечно, все равно это как свой ребенок, скульптура. А куда сейчас уходит ваша энергия? Только на скульптуру. Нет, не только, на фонд творческое достояние. То есть вот десятые десятилетия тоже... Ну, год юбилейный, но вот бывает так, вот все сразу. Может, это и хорошо, вроде бы как сразу. Это 10 лет фонду творческое достояние, где тоже будет. На этой же площадке, где моя сейчас выставка, через месяц открывается выставка по фонду, уже отчетная, где можно представить, что же за 10 лет было сделано. А если вкратце, что сделано? Каждый год выставки. Выставки имена художников. Причем это даже далеко не надо ходить. Это не XIX века, даже не начало XX. Это конец XX, XXI века. Это наши коллеги, с которыми мы вот-вот общались. И тем более, что год литературы так хочется завершить. Именно выставкой, которая взяла бы имена тех корреспондентов, тех писателей, которые были. Даже Люба Номеродская, тот же Шишаев Борис, который тоже известен. Надо вспоминать, потому что уходит уже сколько прошло, а вот Оксана Гаенко. Вот вечер прошел недавно, она только-только ушла от нас. То есть эти имена, они не просто имена, а люди, которые много сделали для Рязани. Если взять их архив, можно посмотреть, какие передачи роскошные, какие-то, какая была газета «Мещерская глубинка», которую Оксана Гаенко организовала, она была первым директором. Это уже, в принципе, энциклопедия получается, потому что случайно попадаются старые номера. Такой материал и литературный, и художественный. Просто каждую газету хочется хранить. Ну, дай Бог, чтобы в будущем было больше хороших воспоминаний, чем в прошлом, чтобы нам тоже было что вспомнить. Обязательно. Я думаю, что без этого... Ну, а ради чего тогда вообще? Что хочется сказать сейчас коллегам, которые, может быть, не смогут прийти на все мероприятия, но увидят вас сегодня? Я хочу сказать, что я всех люблю. Каждый художник имеет значение маленькое, большое. Они все художники, они все одарены талантами. И как вот есть такая пословица, художника может обидеть каждый. Это говорит о том, что души ранимы у художников. Вот. Я думаю, что если мы будем друг к другу относиться с любовью, с уважением к творчеству, то у нас будет и 100-летний, и 150-летний юбилей. Вот. Удачи. Я вам тоже желаю удачи. Спасибо за эту встречу. Выдыхайте. Рася Алексеевна, год хороший. Начался юбилейный, но хороший. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова